Ну и вот в правах у нас. Где? Где? Мы уже начали оттуда. Конечно, я не решал. В общем, что-то просто снимает, что-то снимает. Говоришь? Буду я с ним разговаривать. Что ты слышишь? Это твое начальство. Поговори. На штрафстоянку поедем, там поговорим. Какую штрафстоянку? Какую штрафстоянку? А ты что снимаешь, ***? Эй, если это видео попадет, я тебя найду, понял? Убери камеру. Давайте из матов, материться не будем здесь. Сейчас сядем в машину, проедем на штрафстоянку, там и разберемся, хорошо? Какую штрафстоянку? Что думаете, я вам дам за Руссией, что ли? Это моя машина. Культурно разговаривать не можешь? Все, закрыл ***. Опять же номер у тебя сейчас снимите, потом мне принесете со своими погонами в зубах, ясно? Снимаешь, да, оскорбление, угрозы снимай. Оскорбление, угрозы? Что ты ***? А ты что сделаешь? Не материтесь. А? Э, все, не снимай, убери камеру. Не оскорбляйте лично. Что? Что ты хочешь? Что, нормально разберешься ***? Пойдем. Все, стоп, снято, спасибо. Немного перебросила. Ну, выглядит со стороны очень некрасиво и глупо, согласись. Я считаю, и сотрудники ДПС и водители должны относиться друг к другу с равным уважением. Тогда на наших дорогах будет и порядок, и комфорт, и безопасность. Ведь мы все этого хотим. Очень жаль, что у многих молодых водителей появилась такая манера вести себя. Многие думают, что если у них есть скорочка, либо богатые родители, то им можно вести себя как вдумается. Пока мы не начнем уважать других водителей, сотрудников ДПС и пешеходов, у нас на улицах никогда не будет порядка.